В Пятигурской епархии подвели итоги года на епархиальном собрании и определили планы на будущее. Какие задачи сегодня стоят перед священниками в первую очередь, узнаем из сюжета наших коллег. Итак, наша сегодняшняя епархия. В составе нашей епархии 9 благочинений, 3 монастыря, 163 грамма, 49 часовень, 19 молитвенных комнат, а также 199 священнослужителей. Уходящий год стал для Пятигурской епархии юбилейным и знаковым. Первые пять лет со дня ее образования по решению священного синода были наполнены плодотворной работой. К примеру, за это время освящено 47 храмов, 8 из которых в этом году, и 3 часовни. Заложено 20 новых церквей, из них 6 в 2016. Оценивая динамику храмостроительства и труды в секту возводил Дома Божии, архиепископ Феофилак напомнил о том, что священник не должен становиться прорабом. Главный проект церкви не кирпичные стены, а человеческие души. 22 священника Пятигурской епархии и 42 мирянина сегодня получают образование в духовных школах Русской Православной Церкви. Высоко оценивая этот факт, владыка Феофилак обратил внимание на необходимость тщательного подхода к подбору кадров. Будущего священника должны отличать молитвенность, интерес к богослужению, любовь к чтению духовной литературы. Велико значение церковной проповеди, и по словам архипастыря, просветительское общение с прихожанами должно быть обязательным во время каждого богослужения. Важно помнить и о том, что место этой проповеди – многонациональный и многоконфессиональный Северный Кавказ. И церковь в регионе – образец миролюбия и добрососедства. Кавказ является традиционной территорией для христианства, и христианство здесь коренная религия. Мы по-настоящему активно преодолеваем созданные искусственные такие представления, что Кавказ и христианство – это разные вещи. Нет, это синоним Кавказ и Христос. Это синоним. Потому что здесь, на Кавказе, проповедовали апостолы Христоса. В уходящем году, в преддверии столетия начала гонений на церковь, епархии проделана огромная работа по увековечению памяти пастри, служивших Пятигорской епархии в годы воинствующего безбожия. Епархиальным информационно-издательским отделом создано 13 фильмов о новомучениках, и эта работа будет продолжена в следующем году. Архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт удостоил архиерейских грамот священнослужителей и мирян из-за труды по изучению подвигов новомучеников Церкви Русской, и храмостроительства, социальное, просветительское, образовательное служение и другие направления церковной работы. В соответствии с уставом Русской Православной Церкви, архипастор переназначил на очередной трехлетний срок состав церковного суда и часть членов епархиального совета. Вторую часть избрали тайным голосованием епархиального собрания. На приходах Пятигорской епархии действует 17 культурно-просветительских центров, идет подготовка к великому празднику Рождества. В связи с этим владыка Феофилак напомнил о недопустимости во время проведения в храмах утренников, танцев и других детских развлечений. Храм должен оставаться местом молитвы. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».